17 октября 2016 года войска проамериканской коалиции борьбы с давно запрещенным по римскому праву исламским государством начали операцию по освобождению от воинов Аллаха, джихадистов, иракского города Масул. Примечательно, что в июне 2014 года Масул был сдан террористам без боя, при этом спецслужбы США на плохо охраняемых базах снабжения оставили запрещенным террористам тяжелую боевую технику, снаряжение, боеприпасы и почти полмиллиарда долларов наличными. Ответственность за сдачу города Масул боевикам губернатор захваченной провинции Найнова возложил на премьер-министра Ирака Нури Альмлики. Об этом Атиль Анну Джейфи заявил на пресс-конференции в Ирбиле. Также губернатор потребовал отдать под суд все армейское руководство и командование силами безопасности провинции. 10 июня стало известно, что Масул, второй по величине город Ирака с населением более 1 миллиона человек, полностью перешел под контроль исламских экстремистов. В результате боев они захватили стратегические объекты, а также склады с оружием и боеприпасами. По словам губернатора, Масул испытывает серьезные перебои с электричеством и водоснабжением. Год назад в ходе захвата города Масула боевики ИГИЛ отбили у иракской армии больше двух тысяч американских армейских вездеходов Хамви. Заявление последовало спустя несколько недель после того, как в Пентагоне объявили о захвате экстремистами в Ираке танков Абрамс. Джихадисты уже освоили захваченную технику и перебрасывают ее в Сирию. О том, как Соединенные Штаты вооружают боевиков исламского государства. Антон Лядов. Теперь же, различая знамения времен, штурм Масула выглядит как декоративная победа спецслужб США в поддержании престижа политической линии глобализма панамериканизма в лице Хиллари Клинтон. Замысел же глобалистов по проявившимся признакам состоит в том, чтобы полевые войска ИГИЛ под шум обострение обстановки в Сирии скрытно перебросить не под Алеппо, а на север Афганистана, где на семи плохо охраняемых базах снабжения американцами складировано оставленное после вывода большей части войск техника и вооружения. Имеющий глаза да видит, что в Афганистане спецслужбы США повторяют схему укомплектования вооружением и оперативного развертывания наступательной группировки ИГИЛ с блеском, отработанной в 2014 году в Ираке. Внезапной атакой, захватив американские базы снабжения в Афганистане, войска ИГИЛ развернут наступление по направлению Герат-Мары с ближайшей задачей выхода к порту Туркмен-Баши, Красноводск, с направлением дальнейшего наступления на север вдоль Каспия в Казахстан и российской Поволжье. При этом стратегический тыл террористов ИГИЛ в наступлении обеспечат афганские единоверцы-талибы. Стратегическая цель, которую планировщики и спецслужбы США решают руками террористов, состоит в том, чтобы сорвать туркменские и китайские планы энергетической и транспортной инфраструктуры Центральной Азии. Речь идет о невыгодном ни для США и их ближневосточных союзников, прежде всего Катара, ни для Китая, проекте магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия-ТАПИ, начатого в 2015 году с планированием завершения строительства в 2019 году. Китай хотел бы оставить весь газ Туркменистана для себя и экономического пояса нового шелкового. Задача же США не дать Китаю нефть и газ Центральной Азии, а Индию держать под энергетическим контролем за счет газа из Катара. Решить эту задачу планировщика в Туркмении и должен ИГИЛ. В 2016 году воины Лахаджи-Кадисты провели разведку боем. Сначала на границе Афганистана с Туркменистаном, а затем в казахстанском городе Актюбинске, Актобе. Так тактическая группа боевиков ИГИЛ обратила в бегство все наличные силы прикрытия границы Туркменистана, обнаружив отсутствие сопротивления на глубине 80 километров, отошла назад в Северный Афганистан. В Актюбинске же местное джихадистское подполье, сбив караульных, захватило парк боевой техники полка спецназа Казахстана и, и не продолжая атаку, рассеялось. Инцидент в Актобе поверх теперь уже руководство ОДКБ в печальной определенности способов борьбы с ИГИЛ на равнинных просторах Центральной Азии. Поскольку изоляция такого ТВД невозможна, а группы террористов на Ишаках не являются целью поражения для авиации, на ум приходит лишь заградительное применение тактического ядерного оружия. Что же касается священной войны в Сирии, термин патриарха Кирилла, и противостояния на Украине, поддерживаемых Россией народных республик Донбасса с властями Киева, то отсутствие ясного образа победы России на этих театрах военных действий делает эти кампании постоянным и зачаженным основанием для растаскивания внимания и сил из средств России на два фронта. В складывающейся обстановке, как бы это ни показалось абсурдным, победным выгодом России был бы не шахматный конфликт США по модели классической греко-римской борьбы, но перехват натиска глобалистов США по вращательной модели мягкого пути – борьбы дзюдо. В форме новой перезагрузки отношений с администрацией 45-го президента США, который с большой долей вероятности станет госпожа Клинтон. И таким образом обращение военного натиска США в давно объявленное ими столкновение мира Запада с миром ислама. Ведь вершиной военного искусства выступает победа без применения оружия. Андрей Петрович Девятов. 18 октября 2016 года. Штурм Масула в ракурсе глобализма. Субтитры создавал DimaTorzok